Казахстанская модель общественного согласия и национального единства. Научно-практическая конференция на эту тему состоялась в областной ассамблее народа Казахстана. Участие в ней приняли гости из Тараза. Подробности в нашем сюжете. В Доме дружбы сегодня гости из Жамбылской области. Это члены молодежного центра Гуанлен. В переводе с дунганского означает «юность, расцвет». Говорят, назвали так символично, ведь наша страна тоже развивается. Представители Северной и Южной ассамблей теперь сотрудничают. Они воплощают в жизнь совместный проект «Береке-Козы-Барлыкте». Его реализуют в четырех регионах страны. Весомый вклад могут внести североказахстанцы. Во-первых, это регион очень многонациональный. Это молодежный регион. Регион, который имеет очень большую экономическую направленность. И поэтому нравственное, этнокультурное воспитание молодежи здесь очень важно. Мы считаем, что действительно научно-практическая конференция в вашем регионе является еще одним большим шагом в развитии национального единства и согласия. Сначала представители этнообъединений, а их 25 областных и больше полутора сотен районных, знакомят жамбылцев со своей культурой. Евреи, татары, немцы, казахи. С любовью и гордостью они рассказывают о национальных костюмах. Существует три вида орнамента, которые есть в кочевниках, значит и у казаков. Это зоомовности, это растительные орнаменты, это геометрические орнаменты. Но в основном в наших традиционных праздничных костюмах мы используем узор, который называется пошпадбинс. Южане уже побывали в Мангистаусской области. Там прошел фестиваль «Дружба народов Кавказа». А сегодня с североказахстанцами говорят о модели общественного согласия и национального единства страны. Без конфликтов и войн за годы независимости республика сумела сохранить самое главное – стабильность, отмечают участники встречи. Через нашу конференцию проходит программа президента Рухани Жангару. На десятилетие вперед дан вектор развития Ассамблеи народа Казахстана по новой идеологической платформе. Мы ставим такой актуальный вопрос в наше сегодняшнее время. Сможем ли мы развиваться дальше только на экономической и на технологической трансформации? Конечно же нет. Нужна конкурентоспособная культура, уходящая вглубь корнями, в традиции, обычаи всех этносов, проживающих на территории Казахстана. Нам есть чем гордиться, говорят представители североказахстанской ассамблеи. Советы общественного согласия, приграничное сотрудничество с Россией, большая работа в направлении медиации – все это сегодня тоже обсудили на встрече. Александра Салминак, Азбек Иракбаев, новости МТРК.